Всем здравствуйте, с вами Online Boost Predator69. Сегодня мы узнаем, что такое чистка, для чего нужна чистка и как делать чистку. Итак, что такое чистка? Чистка – это удаление всех меток Стима и Дот из компьютера, которые связывают аккаунты между собой и объединяют их в одну паутину. Для чего же нам нужна чистка? Чистка нужна, чтобы минимизировать шанс получения бана за смурф, так как после чистки Дота будет читать, что каждый запуск клиента уникален, воспринимая его за мейн. К сожалению, вероятность получения бана все равно присутствует из-за невозможности предугадать новые идеи для патчей с очередными банами по новым алгоритмам. Так нас банили за смурф, потом за софт, как Авервульф и даже скинченджеры. На все воля габена. Таким образом, даже если на одном из ваших аккаунтов будет получен бан, не пойми за что, он не потянет другие аккаунты, на которых нет нарушений за собой, если вы будете делать чистку при каждой смене аккаунта. Как делать чистку? Самый банальный способ – ребутнуть вашу операционную систему или, проще говоря, переустановить винду. Но мы не ищем сложных путей и будем делать все через программу Melonity Spoofer. Ссылку я оставлю под видео и в комментариях. Данная программа отлично справляется с поставленной задачей. Находится в открытом доступе и абсолютно бесплатно. И, несмотря на то, что является продуктом от Melonity, она не распознается стима и дотой как софт, который может спровоцировать бан. Она является отдельным продуктом. Что нужно сделать, чтобы почистить ПК Melonity? Разберем все по пунктам. Первое. Скачиваем программу с официального форума Melonity. Второй пункт. Размещаем ее на том диске, где установлен стим. Главное, чтобы название пути было написано латиницей, ну или другими словами по-английски. Также, по желанию, можно сделать ярлык и разместить его в удобном для вас месте, как, например, я разместил его на рабочем столе. Третий пункт. Запускаем программу от имени администратора. Убеждаемся, что она верно определила путь с папкой стима. Четвертый пункт. Нажимаем Enter в окне с программой. Пятый пункт. Вписываем ЕС для перезагрузки ПК. Если вам не удается написать ЕС, то перезагружаем через кнопку Пуск на панели задачи. Шестой пункт. После перезагрузки запускаем стим. Седьмой пункт. Должно появиться два диалоговых окна с ошибками. Steam Error, где мы выбираем левый пункт Ignore. И Steam Service Error, где мы выбираем левый пункт Install Service. Эти две ошибки являются показателем того, что чистка прошла успешно. И если вдруг после перезагрузки стим запустится без этих ошибок, значит компьютер не почистился и вам нужно делать все заново. Восьмой пункт. Запускаем стим еще раз, заходим на нужный аккаунт, открываем библиотеку игр, выбираем Dota 2, нажимаем по иконке правой кнопкой мышки и выбираем свойства, установленные файлы и нажимаем проверить целостность файлов. Проверка целостности делается для избежания краша игры при запуске или в момент самой игры. Если вы вдруг запустили Dota 2 без этой проверки, то ничего страшного. Просто дождитесь пока игра вылетит или закройте ее вручную и сделайте проверку. Девятый пункт. После проверки должна появиться надпись 14 файлов не прошли проверку. Иногда бывает, что этой надписи нет вовсе или присутствует другая надпись. Если такое произошло, но были две ошибки как в пункте 7, который я озвучивал ранее, то все нормально, можно переходить к пункту 10. Десятый пункт. Запускаем Dota 2 и наслаждаемся игрой. Перед этим проверьте настройки Dota, так как после чистки часть настроек может слететь, обычно во вкладке звук и изображение, но иногда бывает и в других вкладках. Если в момент запуска появится диалоговое окно о синхронизации с облаком, то нажмите на кнопку «Все равно запустить». Данную инструкцию я продублирую в текстовом варианте внизу под роликом, чтобы вам было проще ориентироваться. Если вас интересуют аккаунты с VHS-привязками, то заходите на мой профиль FunPay, все ссылочки внизу под видео. Там вы также сможете приобрести готовые аккаунты с привязками, классическими и бущенными, аккаунты для создания своих VHS-привязок, а также чистые аккаунты Steam. Ассортимент со временем будет расширяться, не пропустите. Если вам было полезно это видео, пожалуйста, нажимайте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии, которые я с радостью прочитаю и отвечу на все интересующие вас вопросы.